Ну что, ваша команда, похоже, сегодня четко выполнила тактическую установку. Играть вторым номером и использовать любую возможность для контратаки и выдержать давление дачи. Ну, в принципе, комментируя матч, можно сказать, мы тяжело вошли в игру, входили. И, понятно, опять двое новых ребят. Чувствовалась несыгранность. Ну, в конце первого тайма уже действовать стали лучше, понимать друг друга лучше. И, скажем, в втором тайме мы, наверное, все-таки чуть ближе были к победе, чем в даче. В принципе, закономерный результат, я считаю. У дачи были моменты, у нас были моменты. Думаю, игра была напряженная. И, сказать, может быть, не самое интересное, но команды бились за победу. И каждая хотела выиграть, и мы, и в даче это ощущалось и виделось. Скажите, не давит игроков та ситуация, что вы вот 10 туров позади национальной дивизии, команда идет без поражения. Не ощущают ли они груз какой-то дополнительной ответственности? Или, может быть, это наоборот, окрыляет? Мы не задумываемся даже об этом. Я даже эту тему не затрагиваю. Рано или поздно, все равно, может быть, скажем, команда потерпит поражение. Может, такое не случится. Это жизнь, это футбол, игра. Но в ситуации данной мы не задумываемся об этом. Мы играем и пытаемся в каждой игре взять очки. У вас сегодня в стартовом составе вышло 7 африканских футболистов. Планируют ли и дальше наращивать мощь этой бригады? Или на этом вы остановитесь, и все, больше легионеров не будет с африканского тактичного? Еще должен подъехать нам еще один легионер из Нигерии. Ну, как бы это делается для того, чтобы у них тоже была конкуренция. Потому что, имея в команде 7 хороших легионеров, хорошего уровня, они должны все равно расти, не опускаться на уровень, скажем, или оставаться на одном уровне. Когда в команде присутствует конкуренция, то растут все. Поэтому и выходить на поле, и играть в основном в составе, для них это, и для меня важно, чтобы была конкуренция. А не получится ли так, что в скором времени вам придется избавляться от рядов футболистов, которые как бы не проходят в состав, не получают игровой практики? В принципе, это жизнь такая. Мы хотим, скажем, построить клуб, мы хотим сделать современный клуб. Но на данный момент у нас такая стратегия, мы берем молодых футболистов из Африки, чтобы они здесь привыкали к Европе, оббивались, и дальше уже будем смотреть. То есть есть сотрудничество у нас, и, скажем, у нас есть цели, которые мы далеко вперед ставим. Это создание в Гагаузе академии футбольной и выращивание своих талантов. Но пока у нас их нет, мы будем пользоваться этой стратегией. Субтитры создавал DimaTorzok